Продолжается программа Звездочат. Прямой тип. А знаете, что я думаю? Ну вот время закончится, да? Уже будет 9 вечера. А что будем делать? Останемся так с тобой на несколько суток. Скажи, пожалуйста, Сереж, ты был вообще в Америке? В Америке не был. А то я хотела спросить, что тебе там понравилось? Вообще путешествия какие-то. Интересно ли тебе узнавать о новых людях, об их культуре? Поскольку естественно, что формируя свою какую-то концепцию, ты же должен чем-то напитаться. Узнать несколько мнений, нельзя же просто громогласно говорить. Ну, ты понимаешь, что это? Мне в Греции понравилось на Крите. Действительно, интересное место, интересные люди. И в принципе, я так вот на вскидку думаю, что если ты зрелый, уже там можно уехать. На тот период я не видел там ни конфликтов, ни быдла, как бы ничего. Но с другой стороны, как я уехал, еще какие-то пожары, бунты в Афинах там. Не знаю, может, как-то повлияло. Да, потому что все-таки принес дары как бы богам. Ну, то есть все, что было грамотно, хлеб, вино, там все-таки новая земля. И сразу после этого море успокоилось на следующий день, потому что войти было просто невозможно. Мы переломали все пальцы, ноги там и так далее. И сны там снились тоже особенного характера. Ну, потому что все-таки это рассадник, это все-таки они нас как бы оплодотворили в христианство в каком-то смысле. Несмотря на то, что иудеи зашли все-таки как-то с другой стороны через Грецию. Но, тем не менее, это интересно. Земля абсолютно благодатная, море прекрасное. Историю можно потрогать живую, причем как кульдиониса, так и какие-то там более уже такие христианские моменты. Вот. Поэтому, как бы, Турция, Греция, это все-таки достаточно... Отличный сервис, говорят. Турция, ну, как бы, да. Там, конечно, грязновато море, и больше всяких таких чудаков на букву мая. Но, в целом, ничего. Сам персонал нормальный, да. А я читала о том, что ты обладаешь таким чувством, то есть видеть и чувствуете зло само, какие-то призраки. Не, в чем призраки. Мне просто интересно. Просто насквозь природу вижу суть. Вот есть такое понятие, когда, как это называется, когда все предметы начинают шевелиться? Ну, по-разному называется. Есть эта форма магнит... А, утергейст. Утергейст, да. То есть мне интересно тебя как у профессионала спросить, действительно ли так? Один раз у меня была история. Я спала, дома никого не было, и на кухне включился кран. Но как только я пришла, кран выключился. И я уверена абсолютно, что это не были какие-то галлюцинации. Ну, во-первых, у меня такое тоже было. То есть первое, что говорят атеисты, это просто давление поменялось в трубах. Но, с другой стороны, там, где вы живете, формируется ваш плазмоид, как бы. То есть ваши, как бы, ну, боюсь, в терминах не наврать. Ну, то есть как бы вот ваше биополе, оно просто как бы материализуется. Ваши негативные эмоции, позитивные, сексуальные эмоции, особенно сильные. И они катаются так по дому. То есть вот если вы сфотографируете, можно увидеть огромное количество шаров, так называемых. Все они так или иначе находят выход рано или поздно. Поэтому они могут создавать шорох в стенах, там, не знаю, в волоконных рамах, там, и так далее. То есть это есть. Насколько это имеет дух какой-то. Да, есть демоны, как бы, какие-то умершие души, которые не могут уйти. Особенно, если даже, например, дом старый, тем более. Или в квартире кто-то умирал. То есть есть такие тенденции. Вот. Может даже на новых домах, в новых квартирах это быть, потому что, например, может место просто неудачное. Если особенно стоит на разломе коры, ну, геопатогенная зона так называемая. То есть в параллельные миры оттуда просто выскакивают всякие гадости или, наоборот, приятности разного характера. Скажем так, очень легко. А у нас-то как нормальная аура? Это что у нас тут? Ну, это телевидение. Телевидение грязная среда. Она подкрепляется, как бы, различными слухами, опять же, сексуальными тенденциями, тенденциями продаж различных, там, и так далее. Можешь сказать, кто у нас тут с кем? Ну, это, мне кажется, уже такое шутливое отношение к моим занятиям, тем не менее. Я уже, как бы, не первый год вас всех знаю, мне нравится ваш персонал, как бы, я только за появление таких каналов. То есть мы знаем, по-моему, лет пять уже, боже мой. В 2003-м мы появились, соответственно, в 2005-м мы, по-моему, первый раз приняли какие-то в вашем канале участие. Да, было очень много всяких. Рам 2005, одно из самых сказочных, по-моему, событий. Такой у меня к тебе вопрос. Возвращаясь, так сказать, к подаче, да, то есть, если, например, сейчас вот в эту студию войдет маленький ребенок, да, и я спрошу, он не войдет спокойно. А, и, например, ну... Аппетит просто проснулся, кстати. Шучу, шучу. Ищите в студию наш супер-приз. А, ну, если я спрошу у нее, например, какая-нибудь девочка Юля, Юлечка, вот скажи, пожалуйста, как ты думаешь, Сережа хороший или Сережа плохой? Я уверена, что она скажет плохой. Ну, уверена, не уверена. То есть, ну, это очень такой грубый и странный пример. Все нормально. Но смотри, то есть негатив, как мне кажется, да, ты правильно сказала, он материализуется, да, там, я не верю в призраков, сори. Но я согласна с тем, что негатив, он так или иначе притягивает негатив. И не считаешь ли ты свою подачу, да, может быть, какой-то агрессивной? Если сколько людей, ну, нельзя же сказать, что все люди дураки. Никто ничего не понимает. Может быть, негатив рождает негатив. Потому что, если я, например, дам тебе сейчас по щам, я не думаю, что ты меня поцелуешь за это. Ну, возможно, да. Соответственно, вот почему бы, почему не избран путь, ну, есть, например, Илья наш из группы Пилот, который сеет добро. Гера Моралес. Я говорю, они все вот такие вот счастливые. На них смотришь, и прям настроение мое улучшается. Гришка Овет. А вот меня вся кого-то назвала, а от него от них не улучшается настроение. А от кого у тебя улучшается настроение? Ну, понимаете, мы с самого... Нет, тут как бы вопрос этот, я думаю, не очень уместен, от кого улучшается настроение. От Петросяна тоже у меня может улучшаться настроение. Но это не в том, что он сеет добро. Как бы, я не уверен, что все те персонажи, которых ты назвала, они сеют добро. Есть понятие света ложного, есть понятие света истинного. Все артисты обладают сеянием ложного света, в том числе и телеведущий особенно. Вот если ты заметил, ты за последнее время, естественно, очень сильно сама по себе изменилась. Стала более женственная, стала более такая ровная. Такая спокойная. То есть ты становишься профессионалом. И то обаяние, которое идет от тебя даже на улице, когда я тебя встречал иногда, оно уже связано с намоленным таким неким... С намоленной аурой, что ли, телеведущего. То есть это тоже немножко часть такой сатанистической тенденции. Она дает этот такой свет, даже без косметики. То есть ты уже как икона идешь среди толпы. Это тоже такая энергетика, которая не может называться ни хорошей, ни плохой. Это очень... Тут надо разбираться очень здорово. Вот если там внутри у тебя ничего не сломалось после того, как ты стала сегодняшней, тут вот пять баллов. Потому что есть люди, у которых рвет крышу и по поводу наркотиков, и по поводу своего восприятия. Я не знаю, те люди, которых ты назвала, они для меня не сеют свет. Ты меня прости, конечно. Конечно, это твое мнение. Но откуда ты знаешь об этом, что они не сеют его? Нет, я в той же думе, что я не знаю. То есть я имею в виду, откуда ты знаешь, что это не есть истина? И откуда ты знаешь то, что ты говоришь, есть истина? Хорошо. Я не вижу от этих людей жертвенных тенденций. Я не вижу, что они отдают всего себя. Я не чувствую, что в творчестве Гришковца есть то, что может зацепить народ и сравниться с понятием рок. То есть взрыва, прорыва. А это именно то, что я несу. Это прорыв тенденций, это торпеда. То есть удар, по сути. Здесь не может быть никаких... И при этом у меня есть романтичная часть, которую я с удовольствием показываю. Не у меня, а в музыке. То есть в моих каких-то эмоциях, в моих тенденциях. Потому что мир точно так же и красивый, как и уродливый. Есть совершенно разные вещи. Изначально это был красивый, как бы идеальный мир. Просто он ухудшился с подопривенными процессами, которых здесь просто не имеет возможности обсудить полностью. А твое альтер-эго, насколько оно отличается? Мы уже говорили об этом. То есть деформатор, естественно, как-то врос в меня в большей степени. Я стал достаточно человеком жестким и, может быть, где-то даже жестоким. Но я не буду себя бить в грудь, что я несу свет просвещения, вот именно в том плане духовном, в котором ты говоришь. Да, я могу спровоцировать этот свет просвещения. Но называть это истинным светом духовным, как мне пытаются упрекать, что я якобы говорю одно, а делаю другое. Ничего подобного. Все едино в этом отношении. И я бы не бил себя в грудь, что я там светлый и темный. Но я уверен, что я сделаю для своей страны больше, чем Гришковец, Гера Моралес и те персонажи, которых ты знал. Или я группилот. Это вообще не знаю, кто это. Отлично, Варин. Прекрасно. 276-0985. Друзья, звоните, выигрывайте альбомы группы Deform. Просто пусть Сергей немножко дух переведет с ароматической попеткой. А я заодно расскажу о том, какие вообще суперконкурсы проходят сейчас на сайте 1tv.ru. 5 июня в Лужниках будет концерт Билли Айдола. Это очень крутой музыкант. Я думаю, вы все в курсе. Так вот, у нас на сайте есть конкурс. Можно выиграть гитару его напарника Стиви Стивенсона. Заходите на сайт, и там все есть условия. Очень, мне кажется, крутая история. Если вы не выигрываете гитару, вы можете попасть на их саундчек и послушать, как же Стиви Стивенсон играет. Мне кажется, отличное мероприятие. 3 июня в Байден Максимум будет концерт группы Умф. Чуть ли это не завтра. Да, завтра. Соответственно, вы можете выиграть Meet & Greet группу Умф. Что означает, что вы можете встретиться с ними. Для этого вам необходимо придумать такое оригинальное приветствие, что вы скажете группе, когда ее увидите. И если вы выиграете, то скажите ей лично. Вот все равно сутки, так что 1tv.ru, раздел конкурса. Что там все подробно объяснено. А нам звонит Вера. Вера, здравствуйте. Из какого вы города? Как настроение, здоровье? Вера? Вера не хочет. Здравствуйте. О, Верочка, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Вера. Здравствуйте, Сова, я вас очень люблю. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Очень классный канал, я вас обожаю. Сергей, я вот сейчас сидела и слушала вас, на самом деле, с открытым ритмом. Очень классный. Вообще, я не слушаю вашу музыку. Я вас видела, наверное, на Иоанн. И сейчас сидела и просто обалдевала. Спасибо, что вы есть. И я хочу спросить, как вы думаете, сейчас в нашем мире возможно чудо? Спасибо. Сегодня в нашем мире возможно все. Как говорят, скажем, люди, которые знают, что говорят, будем так говорить, они говорят, что сегодня будет все у всех, кто как, ну, все, что захотите, на самом деле. Просто помыслы у людей сегодня настолько искажены и загажены вот этой отравленной дьявольской природой. Ну, в нас практически, во всех, на самом деле. Покопайтесь, увидите, найдете. Что если у каждого будет, например, цветик-семицветик, да, какой-то девочки из безызвестного мультфильма и произведения, я думаю, что «Спасти мир» будет последним лепестком, я думаю, что даже не у всех. Что касается чуда, которое возможно, чудо бывает разное, негативное, позитивное, здесь можно... Я думаю, что чудо мы скоро увидим, это будет в ближайшие два с половиной года. 2012, который нас всех пугает. Ну, знаете, 2012 нас пугает в основном американцы, потому что они считают себя спасительным миром, они подсуетились, сняли фильм, как бы, но они же это и запустили, понимаете? То есть, то, что они сделали, они, по сути, могут это материализовать очень легко. В принципе, под этот проект можно подписать именями, я часто считают, как бы, американским прихвостным, там, и так далее, двигателем этих всех вещей. Ну, есть куча разная теория, и Кабала, и говорит о том, что... Ну, вот у них там все кончается, в общем, на этой дате, поэтому, как бы, ждите. И Майя там тоже. Да, и Майя тоже, и индейцы Хоппи, все это, как бы... Сядет с нами. Еще один звонок. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Да, здравствуйте, это Костя из Мурманского, беспокойный. Константин, ну, почему же беспокойный? Во-первых, это комплимент Сове, как хорошо выглядишь сегодня. Спасибо, спасибо огромное. Деформатора, у меня такой вопрос, а ты чувствуешь себя свободным? Или внутренне, или внешне? Отличный вопрос. Из-за окружающего мира ощущаешь ты свободу какую-то свою? Молодец. И второй вопрос по поводу, что ты можешь посоветовать, почитать? Вот мистического такого вот... Понял. ...что может как-то, ну, приблизиться к твоему мироощущению. Спасибо, господи. Спасибо. Константин, ну, нормальный вопрос? Да, еще так далеко, это хорошо слышно. Так, значит, что там первое? Насчет свободы. Насчет свободы. Да, я так понимаю, что Константин знает, да, насчет маски, статуи свободы и прочих вещей. И за счет в рта, гуализм. Вот, свобода может быть только в творчестве. Повторюсь в очередной раз, как я всем это говорю. В остальных отношениях не свободен ни в чем. И не верю, что из вас здесь каждый, или там, по стату сторону экрана в чем-то свободен. Нету никакой свободы, нету никакой демократии, на самом деле, и ни в каких ее проявлениях. Мне в этом смысле очень нравится стата Фримена, извини, что перебила. А на первом уровне осознание и понимание свободы, это осознание того, в каком рабстве ты находишься. Совершенно, абсолютно. Потому что, ну, как раз я хотел тебе просто поговорить с тобой о свободе, что ты вкладываешь в это понятие, но вот Константин опередил. Творчество. Творчество и мир мистики, который заставляет все время быть наверху. Вот ты едешь в метро среди пота, каких-то грязных людей там и так далее, среди которых много хороших, чистых, прекрасных и так далее. Но грязных. Нет, ну не все они грязные, на самом деле, нет. Я люблю народ, люблю среди них, я вдохновляюсь им, но чтобы вдохновиться, им надо быть чуть выше. И не в социальном статусе, а в каких-то вещах, которые позволяют тебе на них посмотреть, как на учитель смотрит, на ученика. Хотя есть, естественно, люди, которые глубже меня, выше и так далее. Я не отрицаю. Что можно почитать, Сереж, и слушаем Альберта с его вопросом. Почитать, на самом деле, эти вещи сложные, как бы, что прям посовет почитать. Ну, не знаю, есть много литературы, например, я бы вам начал, порекомендую, скажем так, начать хотя бы с энциклопедии. То есть изучить какие-то символы основные, что просто вы разбирались, что вас нигде, скажем так, не накололи в обществе. Всякие рекламодатели. Опять же, немножко страшно, не все могут понять и могут начаться такие движущие. Энциклопедии абсолютно доступны, и как бы не надо браться за первые попавшиеся, вы их выберете. Сегодня, слава богу, магазины изобилируют чем угодно. Есть замечательная книжка, правда, под разными редакциями, «Магический ключ Соломона». Там основные каббалистические тенденции. Ну, в принципе, там есть много сложного, но для того, чтобы просто пробежаться вам по основным, хотя бы заинтересоваться этим просто чуть-чуть, и не в сторону тьмы, чтобы вы ушли, а вот просто как бы для собственного сознания, чтобы просто быть человеком интеллигентным в каких-то вещах и видеть суть проблем. Вот эти как бы две книги. Плюс сейчас пока были очень много литературы, но пока были света. Чтобы просто вы голову все не сломали. Доступные, простые такие вот... Лайтман сложный, а есть лучший автор, который... Там прям голова по страничке, на самом деле. Лайтман очень много воды, как бы это хороший такой представитель, но опять же, все, что связано с определенными национальностями в этом отношении, у нашего народа, естественно, вызывает... Меня в последнее время тоже обвиняют, что я еврей. Ну, как бы... Все евреи, кто изучает Каббулу, но я не двигаю это движение, я не получаю дивиденды от пейсов с бородами, там, как Мадонна, там, и так далее. Им не приношу деньги, поэтому, видимо... Так, послушаем Альберта. Альберт, здравствуйте, из какого города? Ваш вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте. Два вопроса у меня. Вот, первый, это какое послание вы несете? То есть, как чувство висотства, вот сейчас упоминаете, да, он говорил, что любите там всех и так далее. Какой месседг главный у вас, вот? И с этим вопрос мы связаны, и второй вопрос тоже. Мистер Приман, персонаж, как бы, есть в интернете, может быть, вы знаете, да, его? Да, мы только что говорили о нем. Говорили только что об этом? Да, я... Ощущение, что он бы в человека включил человек, по-моему. Да, давай поговорим о Фриманах. И что тебя интересует? Вот, интересует... Есть ли связь какая-то вот между мистером Приманом и вами, и какая-то, по крайней мере, интеллектуальная связь? Если не прямая, это просто интеллектуальная. Половую исключаем сразу, поскольку... Половую, так, давай, да. Мультяшный больше. Так, ну, по поводу основного посыла, это был твой второй вопрос, на самом деле. Не знаю, стоит ли его обратно как-то вытаскивать. Здесь... Давай, в общем, видишь, народ заинтересовался... Что сейчас основной посыл? Ну, вооружить вас информационно, чтобы вы заинтересовались. Пробудить в вас познавательную функцию. Не смотреть в рот каждому попавшемуся учителю, там, или какому-нибудь собутыльнику на лавке, который скажет, там, деформ дерьмо, вот послушай, там, бля-бля-бля, очередное вот это, что есть. То, что сегодня все идет волна спитера, вот этой музыки наркотической, это бред вообще полный просто. Это деградация, это порчение вкуса просто народа. Ну, ладно, это ваша проблема. Вот, по поводу, как бы, что почитать, значит, познавательная функция все это, развить вас именно, не то, что духовность, а попытаться, по крайней мере, приблизиться к этому состоянию, понять, что же это на самом деле, в принципе. Обособить общество от упырей, которые сегодня есть, которых они подселяют и в страну, и в человеческую расу конкретно, из параллельных миров. То, что губительно, надо разбираться в этом. То, что губительно, что не губительно. Что белое, что черное. Здесь очень сложно, конечно, категория. В общем-то, заставить задуматься чуть-чуть. В первую очередь. Встать, поднять попу и как-то начать шевелить мозгами. Да, и учиться, конечно, при падении вставать. Это главный символизм такой духовности. Понимать, что если вокруг все разрушилось, не повод, конечно, лезть в петлю там, или убиваться только по алкоголю, по каким-то таким страшным вещам. Как раз вот он спросил про Фримена, да, и вот я быстренько объединю, что сейчас в последние годы очень много всяких концепций, да, относительно недавно вышел фильм «Дух времени», фильм «Секрет», все орут, откройте глаза, опомнитесь. Что-то ты почерпнул для себя из-за этого, с чем согласен, с чем не согласен, и вот действительно вот этот Фримен... Да, ничего из этого не смотрел. Фримена смотрел пару серий, нравится, считаю, молодец, как бы, ну, такой тоже вот умник, как бы, как меня называют своего рода. Но, тем не менее, как бы, я же не знаю, кто за этим стоит. Скорее всего, за этим стоит спецслужба, я в этом абсолютно уверен. Ну, а цель тогда какие? Цель открыть глаза, разделить общество на плохих и хороших. То же самое, что делаю я, вот основной посыл. Я хочу эту выборку, чтобы она была, чтобы они были, чтобы они не то, чтобы взяли в руки оружие, а в первую очередь они вот здесь, чтобы были чисты сердцем и помыслами. Еще один звонок. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, вас слышим, представьте. Добрый вечер. Меня зовут Иван, я эфимок. Сергей, верите ли вы в переселение душ? Спасибо. Ну, что переселение душ, то есть реанкарнация, да, так называемая? Да. Ну, как бы, она есть во всех религиях, эта тенденция. Значит, верю, не верю. Да, я верю. Причем я верю в разные теории. Я, например, верю в то, что люди, умершие, скажем, во время войны на территории Советского Союза, да, уже, например, немцы или русские, они на этой же территории воплощаются в новую жизнь. Такие варианты. Я не буду приводить примеры, это немножко такая информация как бы завуалированная, но тем не менее. То есть есть такая природа этих вещей. Потому что есть некий незаконченный, понимаешь, вот посыл, привязка. То есть на землю пролилась кровь, это мистический как бы образ. Ну, Гитлер ее использовал в свое время как кровь и почву, одной из националистических тенденций защиты своей земли. Вот. То есть и он этим обрядом как бы привязан, привязывает своего душа. То есть при каких обстоятельствах погиб человек там и так далее. Вот. Естественно, верю в реанкарнацию, но я верю в то, что есть некая цикличность, а есть вырывание из круга цикличности, как вот буддисты, да, верят? То есть попадение в нирвану, то есть в абсолютный рай. Можно ходить безусловно по кругу, попадать в тот же мир или в подобный мир. И если вы выше здесь поднимаете по духовной и социальной лестнице, вам после смерти будет дан мир лучший, более стабильный. Говорит о том, что необходимо полностью, поскольку вся жизнь является страданием, а страдание, оно происходит исключительно из-за того, что мы относимся, что нравится, не нравится, это относительно удовлетворяется мое эго или не удовлетворяется мое эго. Отсюда, собственно, и стремление насытить эго, получив все материальные блага. Но избавиться от этого эгоизма, ну, вот это огромная работа над собой. Но это невозможно, потому что если избавиться от этого эгоизма, вы будете никем, вы будете бомжом тогда. А если вы будете бомжом в этой жизни, вы будете бомжом в следующей. Вот в чем состоит конфликт мира? Тем, что вам даются ключи открыть духовность, но духовность может быть только в Тибете. Если вы сядете на скалу и не будете иметь ни детей, ни бизнеса, ни ничего, и будете вот только вот этим потоком воздуха. Ну, это бред. Я не верю во все эти штуки. Это просто на продаже какой-то пустоты. Ну, смотри, я же хочешь изменить... Вот я Хоббит рассказывала. Ну, недавно вот очень есть такая дурацкая реклама, да, «Жевать на резинке», где, помнишь, это такой, мне кажется, показатель, например, когда эта Толя, да, вот эта, она говорит, типа, «Коля», и первая его реакция, что «Какой я, типа, Коля, если я Толя?» И он расстроился, он в негативе, он в паранойи, она меня не любит. Одна модель. И вторая модель. Меня так еще никто не называл. И он счастлив. То есть, хочешь изменить ситуацию, измени свое отношение к ней. Ну, это же подкидывание вам методики позитива просто обычного. Этот пример он не раскрывает на суть нашего разговора. Это просто вот какой-то маленький сред. Я говорю о том, что вот это насытить эго, его как бы надо, потому что эго связано с остановлением тебя. Если ты как бы сильный, стабильный, материализованный, ты можешь повестись за собой людей. Если ты никто, ты останешься никем. Это очень такое... А нельзя быть никем, потому что как только ты становишься кем-то, ты тут же включаешь сатанистические тенденции. Ты можешь рвать, метать, идти врать где-то, если хотите. Пожалуйста, политики. Все политики врут. Поэтому будь буддистом, к сожалению, у вас не получится. А ты врешь? Я вру в спасение очень часто, конечно. Но не аудитории. Врошу в спасение это нормально? Да, это нормально. Это может быть несколько не по-христиански, там с какими-то духовными канонами не совпадает. Но я думаю, что если бы большинство людей из нас не врали, они просто в гробу могли отказаться. Легко. Уходя от негатива какого-то. Не врали. Еще один звонок. Андрей нам дозвонился. Андрей, здравствуйте. Да, добрый вечер. У меня два вопроса коротеньких. Первый вопрос, как герои относятся к Карлсу Костанеге. И второй вопрос, по-моему, углубок убеждения, жизнь не созидает только любовь. И как человек, находясь в такой маске, может искренне нести любовь людям? Хорошо, наверное. Спасибо. Вопрос? Ну, со вторым абсолютно не спорю, все так есть. Но только, опять же, любовь как энергия, как энергия наполняющая, облагораживающая, любовь к детям, любовь к семье, к жене, это одни вещи. А вот вся остальная любовь, извините, тут уже, тут опять Сатан включается. Тут только зависит от вашего благоразумия и всего остального. Любовь может довести до насилия, до убийства, до тюрьмы, до подлянки, до любой. Это тоже же любовь, правильно? Но получается, что вроде как это уже не любовь. Это как раз тот самый ложный свет. Вот когда человек говорит вот так вот однобоку, что только вот это и то, и у меня сразу вопросик тогда, не попадете ли вы в другую ловушку? Вот той самой любви с минусом. Так что, знаете, я был бы осторожен. Не зарекайтесь. Вот, а так, да, согласен. А первое, как вы просите, вопрос? Я тоже заслушалась. А, про как ты Карлскастанада? Про Карлскастанада? Ну, если честно, я, как вы, все-таки, учась на психфаке, мы изучали все эти штуки, да. Но в основном так понимаю, что Карлскастанада точно так же связан с таким западным проектом по легализации расширения массового сознания. То есть наркотики, анализ наркотических каких-то приходов, скажем так, психических. Ну и, конечно, это литература по психологии. Отношусь положительно как к творческому человеку, как к реформатору в чем-то. Но, по-моему, все это тоже очень сугубо индивидуально. И бабушке моей Карлскастанада точно не нужен. О деньгах я хотела поговорить. То есть менять ли это твое настроение от наличия или отсутствия их? Можешь ли ты, например, не брать там с собой мобильный телефон и действительно, ну... Уже нет. Как-то освободившись от всего, построить где-нибудь домик, заниматься сельским хозяйством, читать книги... Ну, разве что после 2012-го, может быть. Когда уже то, чем я сейчас занимаюсь, станет, возможно, неактуальным. Может быть, слава богу, может быть... Как-то я буду этим расстроен. Но вообще я знаю, что... Имея деревенский дом в свое время, с детства, то есть работа на земле, она действительно облагораживает. То есть вот сейчас я не представляю, как я раньше, запираясь на такой маленький крещочек на 30 сотках, мог там коров пасти, копаться на земле. И мне это приносило удовольствие, потому что это тебя не то, что там делает роднить тебя с народом. Земля, да, это же тоже магия, по сути. Это общение с недрами, так сказать, с ресурсами. Я бы мог так, но, к сожалению, пока я даже своим родителям сейчас не с большой охоты помогаю копаться там в грядках, потому что сейчас это не мое. Когда люди становятся взрослее, они ближе к земле уже, ну, естественно. А веришь ты в какую-то космическую энергию, которая пронизывает человека? То есть как раз таки... Абсолютно. Для этого, ну, сейчас, на самом деле, это уже превратилось в какую-то, мне кажется, моду, как фитнес, йога, да? То есть вот пытался ли ты, например, заниматься йогой и как-то обращаться к этому или решил? Ну, мне на самом деле надо заниматься йогой, потому что я боюсь, что иначе я как бы не спасу свои некоторые ресурсы. Ты еще молодой, у тебя же 30-ти нет. Ну, во-первых, у меня рок-н-ролльный образ жизни, как, по крайней мере, был. Вот, и от него надо как-то восстанавливаться. А потом все-таки некоторые вещи, связанные с творчеством, они не позволяют жалеть себя. Ну, то есть если я, например, пишу песню, я могу там начать ее писать в 9 вечера, закончить в 5 утра. И мне не надо будет ложиться, потому что я просто тупо не хочу спать. То есть я пребываю в этом состоянии, я гоняю там эти рифмы, тексты, рифы и так далее. Вот, и поэтому как бы уже как бы не уснуть здесь. А потом уже как бы вроде не надо ложиться, а потом уже вообще уснуть не можешь. А потом либо это отрубаешь. Ну, то есть как бы тут уже такие вещи, которые тебя вызывают на... уже на нездоровье в каком-то смысле слова. Вот, ну, поддерживать его безусловно надо. Спереди, собственно, на том, что будет происходить 17 июня в клубе XO, это, я насколько понимаю, своего рода эксперимент для деформы или нет? То есть удивить кого-то вы не хотели. Ну, я так сказал, чтобы не было таких негативных отзывов, но действительно так. Потому что акустическое воплощение электрических песен это вполне естественная тенденция. Тем более, что я всегда любил акустические всякие концерты. Первая, например, Лжем. То есть для меня была мечта сделать такой концерт. А потом нам нужна какая-то вторая программа, пока мы будем заниматься совсем новым диском, который у меня уже написан, очередной раз повторюсь. Надо просто приехать из заседнего тура, начать его как бы материализовывать и делать. Поэтому акустическая программа это хороший вариант еще и до взрослых донести свою определенную информацию. Ну и в принципе, как бы не закакывать уши привычной аудитории и показать себя еще в очередной раз с романтичной точки зрения, показав музыкальную основу песен. Я обратила внимание на то, что ты очень четко следишь за тем, что говоришь. И очень матом боюсь ругнуться почему-то. Да? Ну, есть такое, демонизация тоже легкая. Вот постоянно какие-то поправки в виде обращений, чтобы люди... То есть ты... А, ты вообще... Я имею в виду глобально, да, то есть общественное мнение очень сильно, да, из колеи выводит. Не из колеи выводит, оно заражает. То есть можно целые сутки ходить, узнав какую-то глупую чушь, там, которую написал кто-то. Ты стараешься вооружаться сразу после этого. Это нормально, я считаю. Потому что надо отвечать и подонку, и нормальному человеку, и так далее. Да, конечно, на меня все это влияет, потому что начинает от этого меняться на секунду природа. Но при этом это тоже проверка, это тоже сатана, это тоже противник. Поэтому я здесь все естественно. Стараюсь, да, поправляться, делать оговорки, потому что тот, кто сегодня поймет меня неправильно, завтра за коктейлем Ягуар скажет на лавке, что я вовсе не тот, за кого себе выдаю. И люди реально отворачиваются. Я сам раздаю сейчас рекламу на улицах, и я вижу, как идет какая-нибудь девочка альтернативного характера, она уже готова взять у меня флэр, подходит у меня парень и говорит, ой, правда, она выкидывает его сразу прям при мне. То есть влияние какого-то глупого авторитета, старшего, неумного человека, очень часто людей отводят от определенного пути. Ты хочешь, чтобы тебя запомнили, как хорошего музыканта или как хорошего человека? Ой, честно говоря, от народа я вообще ничего не хочу, потому что это настолько нестабильная как бы категория, вот если брать как бы массив весь. А потом запомнили. Ну не знаю просто, если нас ждут события 12-го года, может быть получится самим историю эту вершить. Но лучше, чтобы это было и то, и то, конечно. Я хочу сделать тебе подарок. Ты видишь, да, что там? Ну нет пока. Точно не видишь? Не бензопила, надеюсь. Ну ты должен выбрать ее сам. В какой руке? Ну допустим правая. Правая? Держи. О, желтенький. Смотри, то есть все-таки силы добра. Друзья, у нас сегодня в гостях был Сергей, лидер, идейный вдохновитель, поэт, музыкант проекта Deform. Сереж, спасибо тебе огромное. Да, спасибо тебе. Заходите на сайт, участвуйте в наших конкурсах. Огромное спасибо модельеру Анне Миминашвили за это прекрасное платье. И маме с папой твоим за твою природу. Да, маме с папой тоже огромное спасибо. Спасибо. Я люблю вас, но не всех, как говорит Миха. Это был прямой эфир программы Звездочат. Первый альтернативный. Увидимся в самое ближайшее время. Пока. Спонсор программы Источник Старомытищинский. Природная вода на работе и дома. 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 Продолжение следует...